До этого я ездил учиться по обмену на год в Америку и там я прям погрузился во всю эту музыкальную, рэп-культуру и я понял насколько мне вообще нравится музыка. Мне всегда нравилась музыка и я понял то, что, блин, хочется делать что-то с своими руками. Я никогда не ходил в музыкальную школу и по сей день я не знаю музыкальную теорию и ноты, но это не останавливает меня сочинять свои композиции, придумывать свой какой-то ритм. Мне понравилась техно и я решил попробовать себя в этом жанре, попробовать себя в хаосе, начать делать просто то, что я чувствую. И, если честно, я очень мало знаю о том, что я делаю, поэтому для меня это каждый раз открытие, когда я пишу новый трек. Ты просто выключаешься из мира, просто делаешь то, что приносит тебе удовольствие и больше тебе не нужно совершенно ничего. Состояние потока я начал замечать у меня появляется именно тогда, когда я сосредоточен не на конечном результате, а на самом процессе, на процессе создания чего-то. И это состояние потока, оно меня преследует везде, в творчестве, в учебе, в готовке, просто в жизни. И когда ты ловишь это состояние, это просто чистый кайф. Ты весь в процессе, ты думаешь только об этом и тебе кажется, что нет жизни до и нет жизни после. Это может быть полчаса какой-то небольшой съемки какого-нибудь ребенка, или это может быть четырехчасовая съемка какой-нибудь обложки на музыкальный альбом. Без разницы. Ты выключаешься, ты кайфуешь. Мой друг поделился со своим фотоаппаратом со мной просто потому, что мне было интересно. Начал снимать все просто подряд, все, что вижу. Вышел на улицу, поснимал. Спускаюсь в метро, поснимал. Вижу красивую собаку, поснимал. То чувство, когда ты делаешь что-то впервые, и сначала у тебя получается не очень хорошо, а потом у тебя получается что-то, чем тебе не стыдно поделиться, что-то, на что ты смотришь и думаешь, неужели это сделал я? Готов плакать. Я бы сказал, что родители не думают, что это будет чем-то, чему я готов отдавать почти все свое время, и во что я готов вкладывать все свои силы, но поддержку чувствую. Мои родители знают о том, что я пишу музыку, они знают то, что мне это интересно, но по сей день они еще относятся к этому скептически, но при этом у меня начинает, уже получается что-то, поэтому родители уже начинают смотреть на это, как на мой скрытый потенциал, который я сам себе развиваю, и да, они поддерживают меня. Я чувствую, что это мой способ. Это что я должен делать с моей жизни. Я чувствую эмоции, когда я танцую. Я чувствую эмоции, что я не знал в нормальной жизни. Я чувствую, что я чувствую это, я чувствую это из-за памяти. Когда я пришла, я смогу увидеть, что я чувствую, что мой тело двигается очень аккуратно, and get into this flow state and it was really like it's a good feeling I cannot explain it in words I was really struggling a lot from the first There were moments where it turned out everything was There are moments where you think that you have not a good sound that you have not a good sound that you have not a good sound and your friends are the people who can help you or just give you the energy that you don't need so that you just understood that you have not a good sound I was crying a lot it hurts emotionally hurts too physically I was always in like middle or like low kind of level but I was always there every day if I can't do that I'll just try again tomorrow and tomorrow and tomorrow tomorrow keep trying like every day if your struggle it's okay I want you to never stop you believe in yourself and I believe in you continue to do what you do continue to learn new things continue to mistake and you will find yourself you know you know which you 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 you